663 метра над уровнем моря, около двух десятков пещер, более 200 видов растений и пять легенд – красивых и мистических. Это гора Ахун. Она притягивала людей во все времена. Здесь находится стоянка людей каменного века, средневековые христианские храмы и крепость. Со временем появились новые объекты, но они не стали украшением для памятника архитектуры. Старую автобусную остановку, построенную в 1936-м, предприниматели заложили блоками и превратили в кафе. На тех же блоках и кирпичах установлены сувенирные и торговые ларьки. Состояние памятника федерального значения его территории проверил депутат ЗСК Виктор Тепляков. Его сопровождали представители ГИБДД, МЧС, Сочинского национального парка, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и городского департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству. Проверили каждый объект. В кафе и шашлычных зафиксировали нарушения пожарной безопасности. Нарекания коснулись работы колеса обозрения и аттракционов. На некоторых в качестве подвесных конструкций используют деревья ценных пород. Много проблем с логистикой, есть вопросы по дороге, потому что много оползневых участков. И я сейчас сам проехал вместе с коллегами, тоже не увидел, что какие-то работы ведутся. Плюс достаточно загруженная хорошая территория, которая имела успех еще в Советском Союзе. Очень много торговли, очень много непонятного общепита. И все это при отсутствии канализования, при отсутствии должного ухода, при отсутствии благоустройства. И самое главное, это все особо охраняемая природная территория, где вообще ничего этого быть не должно. Башня Хун находится в управлении национального парка. Ее территории сдаются в субаренду. Но должного ухода, считает Тепляков, нет и за самой достопримечательностью. Она покрылась многолетней грязью. Также комиссия не получила внятного ответа, на каком основании берется плата за посещение. По всем этим фактам будут направлены запросы в Краевую прокуратуру. Тем не менее, уже сейчас туманные перспективы башни Хун начинают понемногу проясняться. С управлением по учету объектов историко-культурного наследия и охраны памятников, мы договорились с ними, что в ближайшее время они нам выдадут заключение, на основании которого будет подана заявка на выделение средств на реконструкцию башни Хун. Такие же проверки пройдут и на других знаковых объектах, принадлежащих национальному парку. Их около 70.